Когда я увидел фотографию вот этого мотоцикла, я понял, что вот это мотоцикл будущего. Это стопроцентный хит. Это чистая энергия, это совершенно другие ощущения от управления, от езды, другой уровень удовольствия. Arctic Leopard — это молодая компания, которая существует на рынке буквально два года. За эти два года они успели создать модельный ряд, на 2024 год выпустить уже новые обновления. Плюс они участвовали в Дакаре, в гонке, и там заняли первое место. Для меня это очень крутой показатель того, что молодая компания с 7-мильными шагами просто идет в развитие. Все для этого делают и производят крутой продукт. Когда еще лет 5 назад попробовал сесть на электрический такой мотоцикл, мне очень понравилось то, что нет запаха от мотоцикла. Потому что когда гоняешь, например, в компании двухтактных, четырехтактных мотоциклов, и вот преследуешь двухтактный, например, и от него очень сильный запах идет. Настолько, что хочется либо отстать, либо обогнать, потому что уже чувствуешь, что это идет не на здоровье, и комфорт пропадает при такой езде. Плюс нет никакой вибрации. То есть ты сел и поехал, не нужно дрыгать ногой, чтобы его завести. Это экологичность, это тишина относительно объединенного мотоцикла. Это на самом деле очень хорошее большое преимущество и в лесу, и в городе, и на спортивной трассе. Что касается характеристик Арктик Леопарда, я вижу здесь просто золотое соотношение мощность, качество и цена. На рынке я вижу, что нет конкурентов или альтернатив в данной цене с данными заявленными характеристиками. Если совсем кратко сказать, это, конечно, мощь. Вот первое, что приходит на ум, потому что вот этот конкретно мотоцикл очень мощный, 37 киловатт, порядка 50 лошадиных сил, но лично мне показалось, что он мощнее двухтактного мотоцикла 300-ки. И вся эта мощь у тебя в одной ручке газа. То есть сколько открыл, столько он поехал. Так же и можно настроить просто микрогаз для того, чтобы, например, из каких-то моментов выезжать или со склона трогаться. Все современные контроллеры, которые используются в мотоциклах, они имеют обширный спектр настроек и приложений, где можно отрегулировать очень много параметров, вплоть до того, как быстро будет отзываться мотор, какая мощность будет подаваться на конкретном положении ручки газа. Плюс ограничивать мощность, настроивать режимы. В общем, можно себя полностью отрегулировать. Если любитель, например, сядет на бензиновый мотоцикл и на электрический, то он на электрическом проедет более сложные участки, более сложные трассы. Об этом уже говорят во всех видеообзоров про электрические мотоциклы, потому что по факту нет сцепления, нет коробки передач и более четкий контроль мощности. У этого мотоцикла EXE есть 5 режимов, которые можно перенастраивать. У каждого режима есть еще 3 мощностных карты. И вот эти режимы можно переключать прямо во время гонки. Мне, конечно же, нравится задняя передача, потому что это словно новое решение в эндуроспорте, когда ты можешь помочь себе выехать из каких-то кустов или из канавы задним ходом. Еще одним неоспоримым преимуществом является, конечно, вес этого мотоцикла, который составляет всего 113 килограмм, что меньше веса конкурентных моделей и меньше веса снаряженного из-за правильного бензинного мотоцикла. И, конечно, самый большой плюс – это то, что его не нужно обслуживать. Теперь, помимо мужчин, которые любят ковыряться в детальках, ремонтировать, обслуживать мотоцикл, теперь здесь могут кататься и девушки, потому что достал из розетки, прокатился, помыл, вставил в розетку. Уже всем стало очевидно, что электрические мотоциклы плотно входят в мир эндуро и мир мотокросса. Поэтому я так представляю, что либо будут появляться отдельные классы, либо электрические мотоциклы будут конкурировать с бензиновыми, и это уже самое ближайшее будущее. Это то, что еще больше интереса принесет в спорт, в то, что мы очень любим. Я сам люблю соревнования, а на такой технике мне очень хочется участвовать и занимать на ней первые места для того, чтобы люди все понимали, что они могут так же.